Сегодня мы вам расскажем, как подготовиться к чемпионату, для чего вообще нужно участвовать в чемпионатах, можно ли это предугадать. Вот такие губы, конечно, тоже прокрасить очень сложно. Что касается подбора моделей. Мы начинаем понимать, что же сейчас в тренде. Ярко выраженного градиента и прокраса вы на ней не получите. Я думаю, даже целый проход можно сделать. Ну, открой какой-нибудь один секретик. Он дает более такой дорогой, более сложный цвет. Это вам все непосредственно поможет. Всем привет! Вы на канале Hanofi Colors Pigments. Я Эльвина. Я Олеся. Олеся Горбас и Эльвина Иванченко. Топ-мастера, тренеры перманентного макияжа. Победители чемпионатов. Спикеры и судьи мировых конгрессов. В 2021 году они создали совместный проект, учебный центр и студию перманентного макияжа «Алель». Это уникальный проект, в котором каждая деталь отточена до высокого технического уровня. Они регулярно осуществляют не только базовые образовательные программы, курсы повышения квалификаций, но и организовывают мастер-классы всемирно известным мастерам. Их новый проект – это подготовка будущих чемпионов. Олеся и Эльвина сотрудничают с конгрессами, собирают команды на чемпионат, зажигают новые звезды. Впереди у них в плане еще один очень серьезный проект. Сегодня мы вам расскажем, как подготовиться к чемпионату, для чего вообще нужно участвовать в чемпионатах, что это дает конкретно мастеру, какие важные моменты нужно учитывать при подготовке к чемпионату. И, конечно же, очень важные рычаги, этапы, которые позволят вам одержать вашу заслуженную победу. Я хочу сказать вам, если кто не в курсе, то, что мы сейчас живем в потрясающее время. До марта 2023 года нами правит Венера. И, как известно, Венера – это планета красоты. Что это значит? То, что индустрия красоты в этот период, в эти полгода будет существенно развиваться. Что значит развитие? Развитие – это действие. Тот, кто будет двигаться вперед, работать над собой, принимать максимальные усилия для того, чтобы добиться своей цели, обречен на успех. Тот, кто будет стоять на месте, имейте в виду, не получится удержаться на плаву, вы будете существенно двигаться назад. Нужно иметь в виду, что каждое ваше действие должно быть наполнено смыслом. Вы должны выбрать для себя определенный ориентир и двигаться по нему, по четко структурированному плану. Не нужно распыляться, хвататься за все. Вы должны поставить себе цель. То есть, опять-таки, обязательно обучение, соответственно, оно должно идти параллельно с вашей работой. Многие мастера задаются вопросом, куда двигаться дальше, как вообще, что нужно предпринять для дальнейших своих шагов. И, соответственно, мы хотим поговорить про такие триггеры успеха, как конгресс и чемпионат. Именно они сподвигают мастеров на кардинальные изменения, на движение вперед и на колоссальный успех. Прежде всего, конгресс – это профессиональная тусовка, это нереальный нетворкинг. На нем мы знакомимся с другими мастерами, у нас появляется насмотренность, мы начинаем понимать, что же сейчас в тренде, какие работы в топе, как нужно работать с бровями, с губами, с веками. И мы, естественно, начинаем стремиться вот к данному уровню. И вот хочу отметить, насколько важно начать принимать участие в чемпионатах достаточно рано. То есть, вот действительно, через год, через два года после обучения, то есть, сначала профессиональной деятельности. То есть, первый пункт – принимаем участие в чемпионатах достаточно рано. Через два года – это оптимальный срок. Готовиться к чемпионату следует месяца за три точно. Ну и, естественно, одним из важнейших факторов и, скажем так, шагов к успеху – это выбор и подбор пигмента. Ну и непосредственно перейдем к зоне бровей и расскажем, наверное, по критериям. То, что на каждом чемпионате существуют свои тенденции. На одном чемпионате требуется более плотный прокрас нижняя линия бровей, да чтобы она была более такая макияжная. У кого-то, допустим, в чемпионате основной критерий в бровях – это растушеванный легкий градиент как наверх, да, к зоне апекса, так непосредственно и на нижнюю часть бровей. То есть, как бы, соответственно, рисунок. Где-то именно должен быть рисунок выраженный, то есть от хвостика к началу брови. Я продемонстрирую вам сейчас на фотографиях, какими должны быть брови, зона бровей, допустим, как пример на нескольких чемпионатах. Здесь мы с вами видим то, что бровь очень воздушная. Вверх брови растушеванный, низ брови растушеванный. И основной акцент у нас уходит на серединку брови. При этом, видите, как мягко, да, распыляется головка. Очень важно при вот таком градиенте соблюдать именно равномерность прокраса на двух бровях, чтобы это было в зеркальном отражении друг от друга. Одинаковая ширина градиента, одинаковая насыщенность растушевки. Это очень-очень важно. Вот на следующем фото здесь видно, что нижняя линия брови, она четкая, растушеванная. Но при этом градиент, да, выполнен мягко, форма бровей читается, и головка тоже выполнена очень воздушно, очень мягко. Что касается подбора моделей. Если вы выбираете модель на зону век, ну, вообще, в принципе, хочу вам посоветовать, что касается зоны бровей и зоны век, не берите очень молодую девочку. Почему-то бытует такое ошибочное мнение, что если девочка молодая, 18-19 лет, у нее идеальная кожа. Да, визуально она может быть без явных признаков покраснений, но, несмотря на это, она очень упругая, она очень плотная, и какого-то такого ярко выраженного градиента и прокраса вы на ней не получите. То есть брать девочку, которая, допустим, ну, наверное, возраст 23 до 30 лет, когда кожа точно так же чистая, без явно выраженных пор, покраснений, но при этом она достаточно плотная и выдержит без покраснений и уголку, да, и нанесение непосредственно, и кожа важна, важно, чтобы она была не жирная, а либо нормальная, либо суховатая. Тогда очень четко каждый пиксель, вот этот градиент будет у вас в работе, читаем. И можно непосредственно за несколько месяцев до чемпионата попробовать сделать тест, прокрасить небольшой участок зоны, с которой вы будете работать, и посмотреть, как ложится пигмент, покраснела, не покраснела, и потом как, ну, непосредственно, как он носится и как будет смотреться сразу, то есть сразу укладывается, либо очень тяжело прокрасить кожу чересчур плотной. То есть это вам все непосредственно поможет. Это что касается зоны бровей. Зона В, конечно, смотрите, насколько она сосудистая, насколько она как бы, насколько она плотная. Ни в коем случае не берите смуглую кожу. Ну, лучше всего подойдет, наверное, девушка с русыми волосами, зелеными глазами, вот, веснушки, и такой, наверное, либо она фарфоровая должна быть прям, вот, либо немножечко такой вот, ну, не то что легкий оттенок загара, но не сильно-сильно светлая. Обычно, как правило, у этих людей очень хорошо ложится пигмент. Как ты считаешь, на зону губ, что очень важно, какие критерии для выбора модели для зоны губ? Что там не должно быть? Что там должно быть? Во-первых, зона губ самая сложная именно в прокрасе тем, что она очень объемная. И, как правило, очень часто девочкам не хватает именно времени для определенного прокраса. Поэтому при выборе модели я всегда рекомендую не брать сильно крупные губы, да, то есть очень объемные губы. Брать что-то среднее. При всем при том, что, как правило, средние губы, если они еще и без филлера, то они не отекают, и тогда можно действительно показать красивый равномерный прокрас, и при этом сделать его достаточно быстро. Все-таки филлеры – это тоже лотерея? Филлеры – это всегда лотерея, потому что губы с филлерами бывают, что они очень отечные. Поэтому отек, естественно, когда он нарастает, он не дает нам возможности сделать хороший прокрас. Особенно доработать работу свою именно в зоне слизистой. Там вообще, когда уже отек нарос, скажем так, Сокритичка в цветочке. Да, определенно в уровне, там уже просто кожа не воспринимает пигмент от слова совсем. И еще один такой момент. Казалось бы, губы все и по форме красивые, и девушка красивая, и все, все, и по размеру устраивает. Но есть такие губы очень мягкие, они такие как вот рыхловатые, да, очень сильно тянущиеся, то есть пустоватые внутри. Вот такие губы, конечно, тоже прокрасить очень сложно. То есть губы должны быть определенной плотности, то есть они должны быть достаточно плотными. Обязательно отрепетировать эскиз. Это прям очень важно, чтобы на эскиз у вас времени… И неоднократно. Чтобы на эскиз у вас времени ушло минимально. То есть на эскиз мы всегда на чемпионате отводим максимум 10 минут. И губы, конечно же, должны быть симметричными, потому что если вы выберете губы с какой-то явной асимметрией, естественно, ни один судья не оценит это геройство, и, естественно, балл будет снижен. Что насчет гранул Фордайса? Ну, конечно же, они тоже усложняют работу, потому что их прокрас, он требует определенного навыка. Хотя мы сейчас уже умеем с ними работать и умеем их закрашивать достаточно плотно. Ну, открой какой-нибудь один секретик. Ну, конечно же, это пилинг. Размягчение. Да, то есть я думаю, что очень многие мастера уже знают об этом, что губы нужно пилинговать и увлажнять. И, кстати, вот насчет отека к венке, и можно ли это предугадать? Ведь очень много мастеров именно взволнованы вопросом отека губ после процедуры. После, ну, как бы, да, непосредственно после чемпионата, после выполнения своей работы, да, все модели сидят, вот прикладывают там губам, салфеточки, все что-то, лед прохладное. Если, допустим, отек патологический, конечно, можно, вот то, о чем я и говорила ранее, когда встречаешься с моделью за месяц, за два, и делаешь тест. То есть легко-легко проходишь, там, допустим, какой-то сантиметровый участок. Я думаю, даже целый проход можно сделать. Ну, тогда прям заранее. Лежим, да. Еще очень важный момент. В чатах между участниками чемпионата очень много недовольных девочек, которым предоставили модели-организаторы. Очень важный момент того, что модель нужно искать, отбирать самим. Эта ответственность лежит исключительно на участнике. Много участников с других городов. Тут два варианта. Либо участник берет модель с собой, да, оплачивает ей дорогу, проживание, так как мы делали, да. То есть это ваши победы, вы должны в нее максимально вложиться. Во-первых. Либо второй вариант, вы заранее где-то в Инстаграм, на просторах, вы ищите себе модель, выбирайте красивых девочек, по локациям, то есть любыми способами. Связывайтесь с ней, просите ее предоставить вам фотографии при дневном свете, без фильтров, без макияжа, чтобы вы могли оценить крупным планом зону. Заранее, когда вы приезжаете, встретьтесь с ней. А лучше возьмите несколько девочек, моделей, отберите себе и встретьтесь с ними накануне, чтобы они к вам в отель подъехали, чтобы порисовать и выбрать. Не стесняйтесь выбирать. Это ваша победа. Выбирайте вы. Где еще можно искать модель? Ну, вон, девчонки говорят, что накануне приезжали за день и в торговые центры, в магазины молодежные, там красивые девочки, консультанты, продавцы. Среди них выбирали официантов, в этом же отеле, среди персонала. То есть можно найти заранее, можно подготовиться, но вы должны понимать, если вы эту ношу со своих плеч перевешиваете на плечи организаторов, они вам помогут, они найдут. Но выбирайте, пожалуйста, из трех то, что есть. И ответственность за результат тоже лежит, соответственно, на вас. Мы являемся партнерами Ханофи и, естественно, моими любимыми пигментами являются пигменты для губ именно этой торговой марки. В том числе я могу сказать, что именно иглами этой торговой марки я всегда пользуюсь как в кабинете у себя, так же и на чемпионатах, потому что я абсолютно на 100% уверена в их качестве и в том, что работа будет выполнена идеально. Что я хотела бы отметить именно в отношении пигментов Ханофи Колорс? Именно то, что палитра настолько разнообразная, что мы можем подобрать идеальный пигмент абсолютно под любой цветовой тип и абсолютно под любой стилевой типаж. Много мастеров, которые делают красивые прокрасы, но очень многие ошибаются именно в подборе цвета и в подборе формы. За что я люблю Ханофи Колорс? За то, что ты за один проход, за очень, скажем так, ограниченное количество времени можешь сделать действительно любой, абсолютно любой прокрас, как помадный, так и акварельный. Здесь уже все зависит от техники. Я могу сказать, что моими любимчиками являются пигменты номер 2. Это абсолютно базовый цвет, который можно добавлять в микс любому цветотипу. Для создания более сложных оттенков я в базовый цвет роза люблю добавлять другие оттенки. То есть у меня базовый цвет роза, он абсолютно универсальный, подходящий практически любому цветотипу. Он нейтральный, такой немножечко с прохладой, но тем не менее, когда запросы на более естественные, нюдовые оттенки, я очень люблю добавлять цвет номер 9, софт беж. Он немножечко приглушает розу и дает такой более грязно-розовый оттенок, такая вот пудровая роза. Вот вместе с софт бежем получается такой красивый, очень модный оттенок пудровой розы. Вообще, в принципе, на губах я люблю оттенки более прохладные. То есть все-таки прохладный оттенок на губах, он дает более такой дорогой, более сложный цвет. И очень часто в розу я люблю добавлять цвет номер 6. Это Raspberry. Плюс девушки постарше, 40+, конечно же, они выбирают оттенки более прохладные, более такие дорогие, насыщенные. Конечно, я тоже люблю, да, цвет номер 6. А для девушек помоложе, которые приходят буквально с запросом, он таким вот мне более натуральный, более такой цвет детских губ. Я люблю использовать оттенок номера 3. Персик. Но немаловажно, конечно же, это еще и иглы. Иглы, которые я использую в работе, это тоже иглы Hanofi. Для первого прохода я люблю использовать тридцатку, единичка, да, тридцатый диаметр. Им я закрепляю эскиз, и им же я делаю первый проход. Но, как правило, в чемпионатах у нас очень ограничено количество времени, и для того, чтобы сделать более плотный, более такой бархатистый прокрас, мы используем пучки. И как раз-таки пучки мы используем тоже Hanofi. Здесь я люблю диаметр 25 игл, но тут уже будет использоваться пучок. Я вот рассказала про свои миксы любимые, какими пользуешься ты в основном, потому что я знаю, что ты любишь немножечко ягодки добавить. Ну, во-первых, действительно фундаментальный цвет у меня, так же, как у тебя, роза. Он как основа идет. И плюс в него я добавляю розбери. Люблю очень это сочетание. И очень красивый такой вкусный цвет получается. Если основа роза, дальше розбери. И прям на кончике зубочистки добавить немножко страубери клубничного цвета. Получается такой роз... Вот как раз-таки, знаешь, вот эффект детских губ, когда вот они такие вот розовые, с такой легкой краснинкой. То есть не красные, но такие вот прям вот сочные-сочные. И опять-таки, если хотят оттенок более такой карамельный, то я могу взять за основу беж... Совну беж цвет. Ну, и как-то, чтобы он не был совсем таким коричневатым, добавить в него, допустим, ну, чуть-чуть розбери. Вот. Тоже я в процессе все миксую, смотрю на растерки, какой цвет получается. Но, как правило, в основном хотят более-таки сочные оттенки. Чем мне нравятся пигменты Ханафи, что в них очень мало диоксида титана, и цвета получаются очень сочные, прозрачные. Нет вот такого пластилинового эффекта. Они прям для чемпионатов, ну, как для чемпионатов, так и для жизни повседневной. Очень выигрышные. А по иголочкам я недавно распробовала для губ именно заточку медиум. То есть я фиксирую контур 25-й иголочкой, и медиум, она классно идет на акварельные гумбы. Прям прокрас получается такой бархатный-бархатный за счет вот этого более ярко выраженного пикселя, который не приживется. Но сразу после процедуры они прям очень выигрышные. Веки, как правило, это одна из самых сложных зон. К растушевке мастера приходят достаточно в такой зрелый свой профессиональный период. Испробовав очень много гибридов в работе в своей, я остановилась на Ханнафе. Мне кажется, они в работе с веками на самом деле исключительные. У них, во-первых, их не нужно разбавлять. Их текстура, она очень легкая, она очень такая прозрачная, они сами по себе жидкие, и что очень важно для укрывистости. Цвета у них яркие, сочные, но при этом очень естественные, соответствующие нашим природным краскам. То есть немного такие припыленные. Действительно, когда мы уже попробовали и уже отработали, и уже получили стабильные зажившие варианты именно на пигментах Ханнафе, которые разработала Ольга Костенецкая для век специально, тут я, конечно, могу сказать, что я действительно получаю огромное эстетическое удовольствие, работая на них, именно в виде зажившие варианты. То есть в виде, как они заживают. Они действительно заживают красивыми, очень благородными, нейтральными оттенками. Они не холодят, если работать технически правильно на этих пигментах. В работе с веками, во-первых, по иголочкам. Иголочку я использую, единичку, медиум заточки. Почему? Потому что кожа на веках очень травматичная сама по себе. Она очень тонкая, сосудистая. И чтобы избежать вот этой излишней травматизации, я использую заточку медиум. Она прям самая-самая вот такая вот адекватная. Если кожа на веках смуглая, то нет смысла брать тройку, с которой я обычно начинаю. Потому что тройка, она как раз-таки дает вот заключительный слой растушевки, такую теплоту. А если работает на смуглой коже тройка, ее просто не будет видно. Это просто излишняя травматизация века. Их, считай, все проходы в холостую. Это имейте в виду, это очень важно. То есть мы сразу переходим к четверке, растягиваем растушевку четверочкой, создаем такую базу. Прежде всего прокрашиваем кармашек. Прокрашиваем мы его прям с первого прохода. Это очень важно. Никогда не оставляем его на последний шанс. Далее уже использую для акцентов, то есть, допустим, в идеале, если кожа прозрачная, если кожа светлая, троечку. Усиливаем акцент четверкой и переходим к Deep Black. Семерка. Отличный, идеальный черный. При этом условии, что он не холодный, черный. Вот даже тут видно, да, что немножко у него такой коричневатый осадок. Он заживает именно красивым черным цветом, без синевы. Если грамотно, поверхностно, легко положить. И заключительный проход, чтобы все это сглазить, наш секрет, да, раскроем? Конечно. Куда деваться? Наш секрет. Первый оттенок в бровной линейке Ханофи это Golden Blonde. У него такой холодноватый оттенок, он не будет нести самостоятельный цвет. То есть, мы в конце просто отшлифовываем всю нашу работу именно этим цветом. Результат потрясающий. Все цвета, переход у цветов, он такой планомерный, постепенно идет. В общем, он таким золотистым, таким оттенком. Видим, да, что у него в основе идет желтый цвет. Творит на веках просто чудеса. Я со своей стороны еще хотела добавить то, что никогда не расстраивайтесь, если вы вдруг участвовали в чемпионате и не заняли ничего. Всегда любой чемпионат это очень большой рывок в вашем развитии. Ну что, мы со своей стороны постарались максимально подробно рассказать вам и раскрыть тему чемпионатов, дать много полезной информации по участию в чемпионатах со стороны участника, со стороны судейства. Мы действительно очень надеемся, что наш эфир был максимально полезен для вас, что вы будете пользоваться нашими советами, а также призываем вас к обратной связи. Вы можете задавать нам вопросы в комментариях, подписаться на канал, где вы очень много полезного всего для себя возьмете. И, соответственно, можете также связываться с нами лично. Мы всегда открыты к обратной связи и ответим на любой ваш вопрос, поможем вам. И подготовим вас к чемпионату. И на самом деле мы как раз таки именно те учителя, которые радуются победам наших учеников. И мы будем очень рады, если наши ученики будут нас перерастать. Мне кажется, это заслуженная награда для каждого мастера. С вами были Ильвина. Олеся. Всем пока.